Девушки отдыхают Девушки отдыхают Концерты, поездки И то, что вы пришли для наших радиослушателей Очень большая радость Для меня огромная радость беседовать с вами, Андрей Дмитриевич Спасибо за приглашение Спасибо Вы знаете, я сегодня буду рассказывать нашим радиослушателям о вас И, конечно, хочу, чтобы побольше подзвучала песня Романс в вашем исполнении Но не могу не сказать, дорогие радиослушатели Что всё-таки вот судьба определяет Родители, судьба Господь Бог определяет наш путь жизненный Вот Олег 7 лет увлёкся музыкой Потом он пел в детском хоре Этот хор был знаменит Потом он учился В консерватории не могли принять Тоже было 16 лет, совсем юный И он поступил в академию, по-моему, в институт, да? В театральный институт В театральный институт, да И, вы знаете, удивительно совершенно Его в Питере, в Ленинграде тогда ещё называли питерским Альбертин Лоретти Это легенда, ну ладно Да, да, но тем не менее я это всё читал То есть Альбертин Лоретти воспринимать как некий эталон детского пения Ну да, конечно, детского Потому что потом-то Лоретти, простите меня, как-то так вошёл в такой средний состав Ну, не будем об этом Мне очень приятно, что, помимо того, что вы замечательный певец Помимо того, что вы человек, который любит наше искусство Который посвящает своё творчество и нашим поэтам И нашей музыке, нашему искусству Потому что то, что вы пели песни Вертинского То, что вы обращались к творчеству Петра Лещенко Которого сейчас, может быть, многие забыли, а многие просто не знают То, что вы обращаетесь к творчеству великого поэта нашего Булла Току Джавы Это всё делает вам честь, потому что вы, это искусство наше Поднимаете своим творчеством на какую-то высоту Для нас очень важно, чтобы истинное искусство, настоящая музыка, настоящие поэзии приходили в дома, особенно молодых людей. Спасибо. Мне очень трудно что-то добавить к тому, что вы говорите. Если абстрагироваться от конкретной личности артиста, то нужно всё-таки отметить, что русская песня, в лучших её, естественно, проявлениях, она очень стихоцентрична. При очень красивых мелодиях, при иногда гениальных даже музыкальных темах, всё-таки русская песня — это прежде всего слово, как, наверное, русская культура и... И особенно русский романс, конечно. Очень хорошее слово, глубокое, настоящее, и всегда с некоторым, может быть, религиозным оттенком, я не говорю сейчас о религии в прямом смысле слова, а в отношении к любимому человеку. Это потрясающе, насколько русская лирика может возвышать и исполнителя, и слушающего. Нужно только просто вот честно и просто прочесть то, что написано. Это небольшой труд, казалось бы, а большой труд оставаться искренним в этом во всём. Вот тут нужно свою уже душу чистить и обогащать, и тренировать всё время для того, чтобы соответствовать тем текстам, которые исполняешь и слышишь. Это счастливая работа. У нас огромное в этом смысле богатство, доставшееся нам наследству. Я хотел сказать, не мы это сделали, но против меня сидит человек, который как раз к этому богатству приложил очень много усилий и таланты, и, слава богу, и ваши песни совершенно чудесные звучат в Отечестве. Но это счастливая работа, повторюсь. Надо просто не забывать открывать поэтические вот эти томики или тома, если говорить о гениях и великих. Слава богу, у нас их огромное количество. — Ассалатно верно. Вы знаете, вот мы с вами были в Тарханах, там каждый год проводятся лерманские праздники, поэзии. Я помню, вы там пели, и смотрите, что там творилось. И это каждый год до 20 тысяч приезжают с разных мест, на машинах, на автобусах. Приезжают в гости к поэзии. Это говорит о том, что Россия, как была, так и остаётся великой духовной державой. Дорогие радиослушатели, у нас сегодня замечательный певец, народный артист России Олег Погодин. Олег, а я бы хотел, чтобы сейчас прозвучали песни или романсы в вашем исполнении. С чего начнём? — С удовольствием. Сейчас прозвучит романс, наверное, из самых популярных романсов. Только раз бывают в жизни встречи. И хотя он не очень старинный, это начало 20 века, в принципе, тот язык, на котором мы говорим даже и до сих пор. Правда, мы очень редко складываем слова вот в такую простую и честную, и в то же время очень красивую форму. Словами мы всем этими пользуемся. Вот складывать мы их немножко, может быть, сейчас по-другому приучились. Но красивый романс, замечательный романс, его все знают, и пусть сегодня с него начнётся наша музыкальная часть. ПЕСНЯ 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 Спасибо. Замечательно. Вы знаете, я, когда готовился к этой передаче, я заглядывал в биографии, в ваши интервью и так далее. И мне очень приятно, что вы обращаетесь к творчеству наших современников. В частности, вот Булата Куджава. Замечательный поэт. Посчастливилось мне с ним дружить, и мы жили в одном доме. Я ему посвятил несколько стихотворений. Вот одно прочту, которое ещё только будет в будущей книге. Это был не просто выдающийся поэт, замечательный, фронтовик, честный, порядочный, добрый, знаете, принципиальный. Это был ещё человек высокой культуры. Вот знаете, когда вы вели эту передачу «Романтика романса», мне было приятно, что вы именно ведёте, потому что очень важно, чтобы человек понимал, чувствовал, чтобы это было его личное, понимал и чувствовал искусство и прошлого, и настоящего. Искусство, которое потом переходит в будущее. И вот Булата Куджава, он из прошлого пришёл в настоящее и уйдёт в будущее. Потому что это очень здорово. Вы разрешите, я почитаю одно стихление, которое ему посвящено. С огромным удовольствием послушаю. Это новые стихи, которые будут в новой книге моей. Я читаю о Куджаву, словно лесенкой из строчек, опускаюсь в те года, где пришла к Булату слава, заглянула в стол рабочий и осталась навсегда. Я читаю о Куджаву, гитариста и соседа, как он сам мне написал, а в стихах так много света, что он всю свою державу этим светом озарял. Раз мы были с ним на даче, он читал стихи негромко, глядя прямо в объектив, и осталась передача. Я вставляю диск тот робко, где он грустен и красив. Это был нежданный вечер, всё случилось ненароком, перед горестной бедой. Я не знал, что этой встречей мы простились одиноко с его жизнью молодой. Но жива гитара с песней, жив его печальный голос, обжигающий сердца, и приходит в мир бессмертия. В каждый дом и в каждый город дар великого певца. Вот мне бы хотелось, чтобы вы сейчас снова пели, потому что я вас пригласил, чтобы вы пели, пели, потому что ваша искусство очень любит все. Это не будет сейчас песня «Балата Куджава», хотя, честно говоря, сразу после ваших чудесных строкам, посвященных, хотелось бы, чтобы прозвучала песня Балата Шаловича. Но сегодня у нас романсовый такой разговор. Но следующий романс для меня из самых любимых, и его очень любят в Отечестве, исполняли его очень многие достойные певцы, исполняют и сейчас. Вот он как раз близок к песням Балата Шаловича, близок тем, что он очень простой и одновременно изящный. Причем он просто изящный, без вычурности. Там настоящая история человеческого сердца, простого, тем не менее гениального и могучего, именно своей способностью любить, даже если эта любовь сталкивается с серьезными препятствиями, даже если она оказывается печальной и трагической. Романс «Троечка» или, как его чаще называют, и под этим именем больше любят «День-день-день». В лунном сиянии снег серебрится, Вдоль по дороге троечка мчится, День-день-день-день, День-день-день-день, Колокольчик звенит этот звон, Этот звук много мне говорит. В лунном сиянии ранней весною, Помнишь, ты встречи, Друг мой с тобою, Колокольчиком твой Голос юный звенел, День-день-день, День-день-день-день, О любви сладко пел, Вспомнился зал мне, Шумно это лопаю, Личико милой с белой фотою, День-день-день, День-день-день, Звон бокалов гремит, С молодой лужиной мой Соперник стоит. Спасибо. Прекрасно. Давайте продолжим наш разговор, потому что я хочу нашим радиослушателям напомнить, что Олег Погодин прошел еще небольшую жизнь, ну что там, не так уж много прожит, еще и 50 даже нет, да? Но тем не менее, очень много сделал, много испытан, потому что я вот думаю, сейчас может больше, более 500 песен в репертуаре Олега Погодина, более 500 песен, скажите только, 50 песен, то и то, кажется, очень много, но он настоящий работяга, вы знаете, я преклоняюсь перед вашей любовью к труду, потому что в искусстве не случайно кто-то сказал, гений это 1% Таланты 99% трудолюбия. Трудолюбие. Вот, и то, что вы были актером БДТ где-то там до 93-го года, то, что вы выпустили столько дисков, то, что вас такие юные годы пригласили в Америку на стажировку, то, что вы пели там в ринг-концерты. Ну, там не столько моя заслуга, это скорее все-таки в обмен театральных... Ну, а нет, вас же выбрали они, понимаете? Андрей Дмитриевич, простите, ради бога, что я вас перебиваю, это неприлично, но есть общие законы, как вы абсолютно правы, тем более, вот вы говорите, еще там нет 50, я про себя бы сказал, наоборот, уже почти 50, когда думаешь о том, что получилось, не получилось, а вот где-то как раз в этом возрасте начинаешь задумываться, что получилось, что не получилось, начинаешь считать время, на что бы его, на самом деле, имело бы смысл тратить. Но артист — это его счастье, его проклятие, наша работа сиюминутна. Да, сейчас есть возможность оставить записи, не только музыкальные, даже там спектакли записываются, хотя все равно это неадекватное отражение того, что происходит на сцене в данный конкретный момент, когда происходит концерт или спектакль. Это невозможно задержать, это невозможно повторить, потому что всякий раз спектакль будет иной. И я все больше прихожу к тому, что секрет, на самом деле, особенно если ты один на сцене, особенно если ты существуешь в рамках хорошей, тем более высокой поэзии, секрет все-таки только один — надо быть честным по отношению к материалу, в котором ты работаешь. Он тебя сам выносит, если ты по отношению к нему честен. Я говорю даже не только о Пушкине, Лермонтове, о гениях, которые, если ты пытаешься даже до них дотянуться, они всегда тебе помогают. Я говорю тоже о гениях, вот, допустим, если вернуться к Лату Акуджаве, но не таких масштабных, фундаментальных и громогласных. Я бы говорил о поэзии Акуджаве в применении, ну, вот, может, к какому-то своему творческому поиску, к своему творческому ключу. Для меня поэзия Акуджаве — ключ как раз. Она не громкая, она не яростная, она никогда не грохочущая, даже если он говорит о войне, о смерти, о героизме. По его фантастическому определению, это из его песни цитата, почти что возвышенная. Так может сказать человек потрясающей не только культуры, потрясающего качества души. Поэзия Акуджава возвышена, безусловно, но в одной из песен, повторюсь, пишет так про песенку. Песенка короткая, как жизнь сама где-то в дороге услышанная, у нее пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная. И мелодия возвышенная, и слова возвышенные. Но по-настоящему интеллигентный человек не может сказать о себе, я возвышенный. И он вот это вот с мягкой иронией, почти что возвышенная, открывает целый космос. Вот этим ключиком открывается... Простите, Олег, мы за ценой не постоим, когда он написал о войне. Это потрясающе. Он афористичен. Давайте говорить друг другу комплименты. Он афористичен, потому что это очень важно. Строчки остаются. Это уже не строчки, это уже какая-то позиция, это уже наш с вами, второе как бы я. Вот в этом тексте, который вы упомянули, в этих стихах чудесных пожеланий друзьям, или давайте всклицать, что мы, как чаще мы называем эту песню, там тоже невероятные, совершенно в простых словах, достаточно мощной самоиронией. Там высказываются вечные, совершенно невероятно необходимые нам истины. Не надо придавать значение злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Мы беспрерывно злословим. И даже лучшие из нас. Это какая-то вот черта времени, какое-то проклятие времени. Иногда мы это злословие называем демократичностью, иногда мы это называем свободой слова. А в принципе, это все раны, которые мы наносим близким нашим, не очень близким людям. Но вот это потрясающе. Не надо придавать этому значение, поскольку главное все равно любовь. Да. И грусти не надо стесняться. Не надо. Потому что на самом деле жизнь наша редко веселая, но она счастливая тогда, когда наша грусть растоварена любовью. Это вот восходит уже к Пушкинскому. «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Мы боимся, как и всегда, во все века. Боимся боли, боимся утрат, боимся страдания. Но поразительная вещь. И поэты, и спасибо вам огромное за это. Открывайте нам эту завесу. Через печаль приходит радость, если мы не разучимся любить. Если мы не боимся отдавать себя близким людям. Кстати, для артиста, тем более артиста, который единолично выходит на сцену для солиста, это тоже совершенно четкий, простой, необходимый ключ. Если ты отдаешь себя, и чем больше ты себя отдаешь, тем больше ты получаешь обратно. Я часто говорю это, простите, это немножко заносчиво, но для меня это формула жизни. Я выхожу на сцену не как певец, а как поэт. Да, я не написал эти великолепные, блестящие, иногда скромные, но тем не менее очень настоящие, талантливые тексты. Я их не написал. Но когда я выхожу на сцену, они мои. Я выхожу от лица того человека, который это написал. И в этом, собственно говоря, секрет успешного исполнительства в камерном жанре лирической песни. Вы знаете, Олег, я хочу вам сделать комплимент. Так же, как интересно и приятно слушать ваши песни, ваши романсы, так интересно слушать вас, когда вы рассуждаете об искусстве, о своей работе, о творчестве. Дорогие радиослушатели, у нас сегодня народный артист России, любимый всеми Олег Погодин. Вы знаете, мне бы хотелось сейчас, чтобы опять прозвучало в вашем исполнении или романс, или песня. Пожалуйста, скажите, что. Романс. Романс, я помню, вальса «Звук прелестный». Вот давайте немножко погрузимся в атмосферу 19-го столетия, очень простую, не о гениях сейчас разговор, а о людях, которые просто музицировали, которые просто складывали иногда стихи, как в пушкинской стишке в альбом. Но почувствуйте атмосферу, атмосферу радости, счастья и какого-то простого, очень достойного быта, который сам по себе уже может человека привести к достойной и хорошей жизни. Я помню вальса «Звук прелестный». Я помню вальса «Звук прелестный», весенней ночью в поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня чудная ль нас. Да то был вальс старинный, томный, да то был дивный вальс. Теперь зима, и те же ели покрыты сумраком стоят, А за окном шумят метели, И звуки вальса не звучат. «Где ж этот вальс старинный, томный?» «Где ж этот дивный вальс?» Спасибо, прекрасно. Олег, знаете, о чём я хотел вас спросить? Вот как вы пришли к Вертинскому, к этому великому поэту, великому мастеру, великому певцу, то есть человек, который сыграл огромную роль вообще в становлении наших молодых поколений, ни одного. Я помню, я его видел, и это застал. Я помню его исполнение живьём. У него всё было удивительно. Всё, это его фигура, это его манера держаться, это интеллигентность, это какая-то такая, знаете, высокая отрешённость от земного бытия на какой-то момент, пока он работает. Скажите, пожалуйста, о нём. Вот ваше впечатление, ваш приход. Для меня Александр Николаевич Вертинский прежде всего великий артист. Ведь в то время, когда он сформировался, вот знаете, даже его воспоминания называются «Я артист». В то время, когда он состоялся как артист, в России были просто россыпи талантов и великих талантов, гораздо больших, чем Вертинский. В плане поэзии это торжество Серебряного века. То есть, ну просто, ну буквально чуть не в каждом дворе был свой поэт, хуже, лучше, а иногда и гениальнее или менее гениальнее. Там акменизм, там ещё что-то, там башни Солоновой Кости, там ещё что-то, ещё что-то. Вот. Там «Я гений Игорь Северянин» и так далее, и так далее, и так далее. Ну буквально из каждого, из каждого подъезда в Петербурге, из большинства в Москве можно было услышать очень достойные, приличные, иногда и гениальные стихи. Вертинский, конечно, в ряду этих поэтов он занимает своё место, но далеко не первое. В то время в России было изобилие великих музыкантов, изобилие великих. Это редкие моменты в истории, когда просто, ну, соревнуются между собой гений. Вертинский не в первом далеко эшелоне. То есть его песни очень незамысловаты. Очень колоритен, очень колоритен, но не похож. Но. В этом смысле вы правы. Он великий артист. И колоссальное счастье, может быть, в России это первая фигура так точно зафиксированная и не только легендарна, он и сам себе легенды создавал, просто продюсировал их бесконечно, вот. Но не только легендарна, не только в воспоминаниях современников, но и уже зафиксированы в записях. И граммофонных на пластинках, там, патефонных, и потом уже позже на проигрывателях. И даже в кино, слава богу. К несчастью, нет ни одного зафиксированного концертного выступления, поэтому, когда обращаешься к материалу, к его песням, нужно включать собственную фантазию и собственное воображение, и собственные какие-то силы подключать, чтобы быть адекватным исполнителю Вертинскому. Так вот, простите, что я так долго говорю. Меня, вот сколько уже, 25 лет эта программа существует в моей работе песни Александра Вертинского, меня до сих пор очень занимает эта загадка, действительно загадка, почему Александр Вертинский был единственным, которому судьба дала возможность после эмиграции вернуться в отечество и продолжать работать. Он не только не был репрессирован, его не только не уничтожили, слава богу, хотя это уже само по себе редкая удача для того времени, но ему было позволено работать, а соответственно работать, причем так же, как он работал до революции, а соответственно он фактически был единственным, единственным мостом, который соединял бытовую культуру музицирования до революционной России, империи, и уже вот до, вплоть до его кончины в 57-м году, то есть до 50-х годов. В принципе, для того, чтобы увидеть, как в быту пела и существовала Россия, можно было прийти на концерт Вертинского, и, несмотря на, конечно, гонения определенные, все-таки можно было прийти и это увидеть. Единственный, да, великие музыканты остались, остались, допустим, писатели великие, тоже с оговорками. В то время еще Вадим Козин был, кстати. Вадим Козин все-таки не состоялся до революции. Вертинский, до революционной России, но они не были знамениты в до революционной России, Вертинский был. Да. То есть он был артистом уже тогда, и он был артистом потом. Наверное, вот когда мы говорим об артистах представленческого жанра, это надо опять-таки помнить. Мы люди во многом несчастные, обделенные. Мы не создаем что-то, что потом за нас будет когда-то говорить. Мы не художники, не литераторы, не поэты. Мы не можем вот через 100, 200, там, 300 лет о себе, заявить своими работами. Этого не будет. Только воспоминания современников сейчас, конечно, записи. Это будет через диски, через... Подчеркну, это все-таки не тождественно тому, что происходит на сцене. Ну, это конечно. Почему? Потому что нет атмосферы. Да, живем, да. Ее не сохранить никакими записями. Вот. Так вот, с Вертинским, он из первых, который вот это волшебство, эту магию артистическую возвел в абсолют, и судьба помогла ему вот этот абсолют сохранить. Вертинский, легенда, но легенда живая. Да, обратиться к этой легенде и оживить ее, что, слава богу, получилось и у меня тоже. И вы продолжаете легенду. А теперь вернусь к началу вашего вопроса. Это было... Это спасибо низким поклонным педагогам в Театральном институте. Это Александр Николаевич Куницын, Галина Андреевна Барышева. Мастера на моем курсе в Театральном институте. Это было просто их задание. Если бы тогда не было задания вот к экзамену сделать программу по песням и письмам Александра Вертинского, я бы, может быть, далеко не сразу обратился бы к этому материалу. А они как раз, они видели его. Галина Андреевна училась в школе-студии МХАТ, и он просто приходил туда на занятия, с ними беседовал, что-то им рассказывал. Поэтому я получил как бы вот в этой вот такой вот передачи рукопожатия, может быть, от самого Александра Николаевича. Вы как бы подвели, но вы продолжили, потому что вы увлеклись этим, потому что это стало частью вашего творчества, вашей жизни. Вот это важно. Спасибо им за то, что они помогли вам сделать первый шаг, а потом все зависело уже от вас. И вы, слава Богу, вы справились с этим блестяще. Спасибо. Давайте послушаем. Вот романс, опять-таки, не песня Вертинского, но романс начала 20-го столетия «Изумруд» вот по образному ряду, по манере мысли, по манере изложения, даже, может быть, это достаточно близко Александру Вертинскому. Вполне возможно, он мог бы сам написать такое произведение. Итак, романс «Изумруд». Не пурпурный рубин, не аметист лиловый, Ненаглый белизной Сверкающий алмаз Не подошли бы так Лучистости суровой Холодных ваших глаз. Как этот тонко огранённый, Хранящий тайну чёрных руд, Ничьим огнём не опалённый, Ни в что на свете не влюблённый, Тёмно-зелёный Изумруд. Спасибо. Олег, вы много ездите, у вас насыщенное творчеством, работой, жизнь, и я понимаю, что в этом вы находите не только удовольствие, а удовольствие ещё от того, что вас хорошо всегда принимают, встречают, любят, вы чувствуете зал, а зал чувствует вас. Это очень важно для артиста. Но вы ещё человек, который живёт всеми нашими радостями, тревогами, тяготами и так далее. И не случайно ваш репертуар, он включает в себя песни и трагические, и радостные, вплоть даже до танцевальных, хотя это редко, но тем не менее. Я когда вас слушаю, я думаю, вот человек, который так исполняет романсы русские, и русские песни, человек, который так вот себя отдаёт творчеству, он должен выйти из такой очень интеллигентной, очень семьи, которая увлечена творчеством, увлечена искусством. Я не знаю, кто ваши родители. Родителям низкий поклон прежде всего за то, что они всегда помогали моему выбору. То есть я родился, когда папа с мамой были ещё очень молодыми, они инженеры, как раз их взросление, их встречи, знакомство и начало семейной жизни, оно пришлось на Москву в 60-х годах. То есть та среда, которая вот вам очень хорошо знакома и которой отчасти вы были тоже творцом, та среда, которую мы все очень-очень любим, даже если к ней не имели прямого отношения. Вот, я не знаю, оттепель, название, которое, допустим, мне не очень нравится, но неважно, вот время 60-ников, как его принято называть. Поэтому, например, песня была так у Джавы, это моё ещё самое раннее детство, и я все эти песни, которые были на пластинках, конечно. Я их знал ещё, будучи совсем маленьким ребёнком. Для меня не было никакой сложности вынести их на сцену, потому что это был тот язык, в котором я воспитывался. Что касается церковного хора, то это уже было значительно позже, я далеко не ребёнком там пел, это 90-е годы, вот это уже определённого рода сознательный выбор и самовоспитание. Никаких особых, ну да, была музыкальная школа, вот, был детский хор Ленинградского радиотередине, где я был солистом, и там были очень серьёзные, в том числе для ребёнка, работы. Как-то, знаете, всё складывалось довольно естественно, всё складывалось само собой. Мне повезло с детством, очень повезло. Я как раз рос так, как, наверное, предполагалось, должен был расти всякий советский ребёнок с 70-х годов, начал 80-х. То есть, вот если смотреть чудесные фильмы того времени, там, «Приключения электроника», это про моё детство, это действительно так. Мне повезло со школы, мне повезло со школьными друзьями, хотя я сейчас прекрасно понимаю и знаю уже, что это было далеко не у всех. Так сложилась жизнь, поэтому, когда я пою песни того времени, от, ну, условно говоря, если бы меня видели, то, что я показываю сейчас, кавычки, вот, условно говоря, диссидентских, то есть те, которые шли не в струе идеологической того времени, до вполне себе идеологически выверенных, проверенных, и всяческих, там, не знаю, песен про Бам, или там, ну, да что угодно, но не буду говорить, конечно, песни про партии, это уж нет, а вот, ну, как про такое бытование советское. Все это для меня родной язык. Я все эти области могу в равной степени благословить, и это счастье. То есть я честен и перед теми, и перед теми. Мне нетрудно говорить с любой стороной в этом процессе, в этом разговоре. Я до сих пор пользуюсь, знаете, этим богатством, тем, что вот в детстве досталось, хорошей, вполне приличной, честной советской школы, в которой хорошо выучили, до сих пор пользуюсь, словарем, который я получил тогда. Добрыми отношениями, человеческими, там, соседи по площадке, двором нормальным, хорошим, добрым. Поэтому, мне кажется, знаете, вот ваш вопрос, я, может быть, на него не очень точно ответил, но в попыхах трудно ответить. Я что хотел бы к чему подвести, что очень важно, самая отвратительная неблагодарность. Самая отвратительная. Вот я, чем больше наблюдаю, самая неотвратительная человеческая черта. Было много сложного в нашей истории, сейчас она непростая, и будет много сложного. У России вообще никогда не было простой истории. Но нельзя быть неблагодарным. Мы все не святые, мы все небезгрешные люди. Кто-то из нас проживает жизнь достойнее, кто-то хуже, но каждый человек, каждый, что-то хорошее, что-то доброе, это сделал в своей жизни. И вот никогда нельзя забывать о том, что сделали доброго для тебя. Некому больше обратиться, и нам некому будет больше обратиться за помощью, за прощением. Это очень важно помнить. Да, вы знаете, я тут с вами абсолютно согласен, потому что неблагодарность это такое качество, которое лучше бы его не существовало. Что бы ни происходило в жизни, все-таки мы в этой жизни, как бы она ни была тяжелой, жуткой, там, разной, да, но все равно бывают такие моменты светлые, которые проходят через всю жизнь, из-за которых ты должен быть благодарен, иначе ты себя опустошаешь. И я в этом смысле целиком, как бы, с вами согласен. Но мне хотелось, чтобы наши радиослушатели снова вас услышали. Давайте, скажите, парадоксально, но романс, один из самых популярных и самых известных, и, кстати, на стихи одного из самых чудесных русских поэтов Федора Ивановича Тютчева, вот он во многом о том же, хотя, конечно, он о любви, вот, но он о той любви, которая уже знает цену и страданиям, и потерям, и, главное, знает цену человеку, что это все-таки самое главное, человек, которого мы любим. «Я встретил вас». Я встретил вас, И все былое В отжившем сердце Ожило Я вспомнил время Золотое сердце стало Так тепло Я вспомнил время Золотое сердце стало Так тепло Так поздняя осень И порою Бывает день Бывает час Когда повеет Вдруг весною И что-то Стрепенется В нас Вы Исполнили романс на стихи великого поэта Это все знают Но моего такого дорогого близкого одного из самых моих любимых вместе с Лермонтом поэтов И романс Я его слушал Еще знаете В чем исполнение Козловского Он прекрасно пел Но вы поете По-своему Поете так душевно Поете Удивительно совершенно Я благодарен вам И надеюсь Наши радиослушатели Их миллионы Что они тоже Разделяют со мной Эту благодарность И удовольствие Которое мы получаем От общения с вами Дай бог Чтобы у вас Все было в жизни хорошо Как вы задумывали Как вы хотите И дай бог Чтобы на ваши концерты Приходили Те люди Которые вас Не только любят Но которые вас Тонко понимают Спасибо Андрей Дмитриевич И спасибо вам За поэзию Дай бог Чтобы в нашем мире Было больше Поэтического слова Как можно больше Оно спасительно Спасибо Да это правда Спасибо Итак у нас сегодня Народный артист России Замечательный певец Олег Погудин И спасибо вам За то что вы несете В себе Вот все те чувства Все те надежды Тревоги Любовь Которыми мы живем И мы с вами В этом смысле Я говорю радиослушателей Не только о себе Мы с вами В этом смысле Единомышленники Итак до новых встреч Андрей Дементьев Биражи времени Никогда ни о чем Не жалейте вдогонку Если то что случилось Нельзя изменить Как записку из прошлого Грусть свою скомков С этим прошлым Порвите непрочную нить Никогда не жалейте О том что случилось Или о том что случиться Не может уже Лишь бы озеро Вашей души не мутилось До надежды Как птицы парили в душе Не жалейте своей доброты И участия Даже если за все Вам усмешка в ответ Кто-то в гении выбился Кто-то в начальство Не жалейте Что вам не досталось Их бед Никогда-никогда Ни о чем не жалейте Поздно начали вы Или рано ушли Кто-то пусть гениально Играет на флейте Но ведь песни берет Он из вашей души Никогда-никогда Ни о чем не жалейте Ни потерянных дней Ни сгоревшей любви Пусть другой Гениально играет на флейте Но еще гениальнее Слушали вы Гениально играет на флейте